В рамках федерального проекта «Минифутбол в школе» в Сарове прошло городское первенство среди четырех возрастных категорий. Юные футболисты сражались за звание лучших в стенах школы номер 13. Для Захара Мозина и школы номер 17 этот учебный год последний. Чемпионат по минифутболу для 11-классника – возможность выжить максимум спортивных побед, которые помогут в достижении целей после выпуска. У нас команда вся состоящая из футболистов, и мы ставим перед собой самые высокие задачи, и мы стараемся быть самыми сильными и доказывать это на паркете. Мы акцентируем свое внимание на работе с мячом, потому что в минифутболе это очень важно, и наши тренировки все состоятся в основном на работе с мячом. Где-то мы уделяем большое количество времени домашним заготовкам, это в футболе всегда нужно, всегда должно помогать, поэтому все, что мы делаем, оно нам должно помочь в играх. Городское первенство по минифутболу проходило по четырем категориям. В финале возрастной группы 2006-2007 годов 17-я школа традиционно сражалась со школой номер 14. На протяжении всего матча команды шли вровень. К концу основного времени подошли со счетом 3-3. В серии пенальти школа номер 17 вырвала победу 3-0. В городе очень развит минифутбол, ребята занимаются в спортивных школах, занимают очень высокие места на российском уровне, на областном уровне. В группе 10-11 лет тоже выиграли спортсмены из 17-й школы. В возрасте 12-13 школа номер 12. С 20 по 23 ноября победители муниципального этапа поедут на зональные соревнования в Арзамас. Если там удастся занять первые места, ребята пройдут на область. Вторая домашняя игра сезона. ХК Саров скрестил клюшки с принципиальным соперником командой Старт и Станшаева. Валидольная игра держала болельщиков в напряжении до последней минуты. Гол в наши ворота на первой минуте матча. Так началась встреча хоккейного клуба Саров с принципиальным соперником командой Старт и Станшаева. Саров медлить не стал и сравнял счет, отправив шайбу в ворота противника. За несколько минут до перерыва нашей команде удалось вырваться вперед. Первый период закончился со счетом 2-1. Начали неплохо, кстати, забили на ошибки соперника в первой же смене на первой минуте. И так же быстро пропустили со сбрасывания почти удаления. И получаем через минуту, наверное, уже точно сейчас не вспомним. Неплохо начали, знали, что будет тяжело первый период. Хозяева дома играют очень здорово, полные трибуны. Плюс, кажется, дорога все равно, мы тут вновь все добираемся. Поэтому знали, что будет тяжело первый период, и, считаю, неплохо начали. Несмотря на то, что Старт играл неполным составом, соперники держались уверенно, не давая хозяевам расслабиться. Второй период исход игры не определил. Противники не отдавали друг другу преимуществ. На перерыв ушли со счета 4-4. Валидольная игра продолжилась и в последнем периоде. Здесь Саров уже не подпустил старт к своим воротам. А вот ворота противника атаковали регулярно, забросив туда две шайбы. Финальный счет игры 6-4. Самый молодой игрок команды Никита Царьков в этой игре забросил свою первую шайбу в высшей хоккейной лиге области. Мы готовились усердно к этой игре, чтобы порадовать зрителей наших и сыграть больший счет. Разрыв шайбы. Помог тренер. Подсказывал нам, как играть в обороне, чтобы убежать в контратаку и забросить шайбу. И поддержать победу. Следующая домашняя игра пройдет 18 ноября. Саров скрестит клюшки с хоккейным клубом «Автотранс». Итоги основных спортивных соревнований прошлого сезона. Изменения в правилах по лыжным гонкам. Эти и другие темы рассмотрели на районном семинаре спортивных судей, который прошел в молодежном центре. В Саров приехали порядка 30 участников из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Первомайска и других городов области. Судейский корпус – это неотъемлемая часть любых соревнований, для успешного проведения которых максимально важны квалификация и компетенция спортивных судей по лыжным гонкам. В регионах регулярно проводят семинары, где обсуждают нововведения в сфере судейства, изменения в правилах и проверяют навыки знания. В этом году районный семинар прошел в Сарове. Спортивные судьи со всей области собрались в молодежном центре. Здесь собраны судьи со всей Нижегородской области, то есть с Арзамаса, с Нижнего Новгорода, непосредственно с города Сарово, Первомайска и дополнительные другие регионы, районы области, которые развивают и проводят лыжные соревнования. С некоторыми мы встречаемся на всероссийских соревнованиях, совместно работаем судьям. На семинаре подвели итоги основных спортивных соревнований прошлого сезона, рассмотрели изменения в правилах по лыжным гонкам, а также оценили уровень знания правил состязаний у участников мероприятия. На территории региона и в частности в Сарове нередко проходят всероссийские соревнования. С Николаем Евгеньевичем Седовым мы знакомы давно. Я видел, как эта база преобразовывалась. Благодаря его усилиям, поддержке местных органов самоуправления, база действительно с каждым годом все улучшается. И не зря здесь проводятся всероссийские соревнования, такие как чемпионат России по лыжероллерам в 2021 году проходил, в 2018 году перенос в России. Просто так данное мероприятие в регионы не дают. То есть все на высшем уровне, и также судьи всеместные обслуживают данное мероприятие. Осенний семинар посвятили теории. Ориентировочно весной судьи встретятся снова для проработки практической части своей работы. 9 ноября празднуют День книги рекордов Гиннесса. В этот день в 2005 году вышло юбилейное 50-е издание сборника. Книгу рекордов Гиннесса издают большим тиражом по всему миру. Так, в 1974 году она попала на собственные страницы, как самое продаваемое ежегодное издание. Книга рекордов Гиннесса – ежегодный справочник, в который собирают информацию о необычных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры. Книгу впервые опубликовали в 1955 году по заказу ирландской пивоваренной компании Гиннесс. Идея выпускать этот справочник пришла в голову бывшему управляющему, который посчитал, что сборник будет незаменимым компаньоном тех, кто ищет ответы на вопросы разнообразных викторин. В первом издании было всего-навсего 198 страниц. Хотя в то время книги рекордов Гиннесса было еще далеко до славы, она настолько понравилась читателям, что уже через несколько месяцев стала бестселлером в Лондоне. В книге рекордов Гиннесса зарегистрировали самый длинный бросок в баскетбольное кольцо. Джошуа Уолкер из США в течение дня пытался побить целых пять различных баскетбольных рекордов, одним из которых и стал самый дальний бросок. С расстояния почти в 35 метров ему удалось попасть мячом прямо в кольцо. Первоначально книга рекордов Гиннесса включала проверенные научные факты, но со временем в ней стало появляться все больше странных и экстравагантных достижений. Книга пользуется огромной популярностью. Ее издают более чем в 100 странах мира на 25 языках. 9 ноября 2005 года вышло юбилейное 50-е издание сборника. И в этот же день впервые отметили День книги рекордов Гиннесса. Мировой рекорд по подтягиванию на одной руке принадлежит канадцу Роберту Чиснелу. Ему удалось подтянуться 22 раза. Запись об этом есть в книге рекордов Гиннесса 1984 года. В 1974 году книга рекордов Гиннесса попала на собственные страницы, как самое продаваемое ежегодное издание. Спорт оказывает положительное влияние на человека. Но плавание – это особый вид спорта, который полезен для всех систем организма. Плавание подходит практически всем. Им можно заниматься почти с самого рождения. Приучая ребенка к занятиям в воде, вы направляете его на путь здорового развития. Плавание предупреждает сердечно-сосудистые заболевания, снижает риск застоя и улучшает возвращение венозной крови к сердцу. Плавать рекомендуют и для борьбы с лишним весом. Это отжимает лишнюю воду из подкожной клетчатки, увеличивает скорость обмена веществ и способствует более быстрому сжиганию калорий и жира в организме. Плавание формирует стройную мускулистую фигуру, так как задействует все основные группы мышц. Кроме того, эффективность упражнений в воде не меньше, чем на суше. Дополнительным плюсом выступает то, что нагрузки во время тренировок в воде ощущаются намного меньше. Поддерживающий эффект водной среды позволяет работать над определенными группами мышц более осторожно, если это необходимо. Упражнения в воде улучшают кровообращение в организме, нормализуя давление. Плавание снимает стресс, успокаивает, дает заряд энергии организму. Плавание позволяет за короткий срок обрести легкость, стройность, размять тело после ежедневной пассивной работы и получить заряд неиссякаемой водрости.